Девочка-пай 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 Доброго весеннего дня, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Ну вот, у меня опять интересное событие! Мне кто-то сообщение прислал! Поздравляю вас весною! Ой, меня поздравляют персонально! Ой, какая радость! Здравствуйте, дорогие друзья! Привет, Мышечка! Что, получила телеграмму? Чего-чего получила? Этот листочек – телеграмма. Короткое сообщение или поздравление, которое приносит на дом настоящий живой почтальон. Вот это да! Вот откуда эти строки. Солнце светит сильно-сильно, снег сияет, солнцу рад. Это синяя-синяя, синеглазо-рыжий март. Нашу мышу отыскал, телеграмму ей прислал. Поздравляю вас весною, ТЧК, голубизною. ТЧК, гляжу на вас, отвести не в силах глаз. Так вот это кто? Это месяц март. Конечно, он же не может по электронной почте поздравлять. Не может. И тем не менее, в марте все бабушки, мамы, девочки, все женщины получают поздравления с праздником. Потому что 8 марта – Международный женский день. Ура! В библиотеке столько поздравлений собралось. Надо, чтобы все ребята их услышали. И увидели! Санки в сторону отставлены. Мы в предмартовский денек загляделись на проталины и на первый ручеек. Рыхлый снег послушно лепится, но не хочется лепить. И весне уже не терпится поскорее наступить. Вот-вот, март наступает, и сразу праздник. С праздником бабушки, мамы, сестренки, тети, подружки и просто девчонки. Будьте всегда, как сегодня, счастливыми, нежными, добрыми и очень красивыми. Солнышко пусть вам всегда улыбается. Ваши мечты пусть скорее сбываются. Ну, а себе я хочу пожелать радовать вас и во всем помогать. Молодец, Мышенька, молодец. Ну, ты нас и так радуешь, и во всем помогаешь. Да-да-да, я такая. А вас, Людмила Валерьевна, уже поздравляли с праздником? Да, поздравляли. И родные, и знакомые, и читатели. Но читатели в первую очередь поздравляют своих мамочек. Восьмое марта дети так и называют мамин день. Действительно, дороже мамочки нет никого. И первое слово каждого человека – мама. Да-да-да, я знаю. На свете добрых слов живет немало. Но всех добрее и нежнее одно. Из двух слогов простое слово – мама. И нету слов роднее, чем оно. И все на свете мамы любят своих детей. Даже мамы-тигры. Ага. У мам всегда найдется для детей ласковое слово. Правда, Мышенька? Да-да-да, конечно. И чудесное стихотворение Михаила Яснова как раз об этом. В джунглях тигренку не спится. Говорит ему мама-тигрица. Спи, мой теплый котенок. А в доме котенку не спится. Но кошка не будет сердиться. Носом в котенка потычет и промурлычет. Спи, мой храбрый тигренок. Все мамы на свете такие, как эти. И если ночью не спят их дети, они укачают их снова. Полижут, погладят и быстро найдут самое доброе слово. Самое главное, за что мы маме благодарны – за то, что мы на свет появились. Да-да-да. Как жалко, что недели так медленно летят. И что, родившись, дети не сразу говорят. А то бы только-только я маму увидал, как тут же бы, как сразу спасибо ей сказал. За то, что я родился. За то, что я живой. За то, что вместе с папой идем сейчас домой. За то, что дверь откроем и знаем наперед, что мама напевает и нас к обеду ждет. Ой, а я бы маме помогла бы обед приготовить, потому что, когда помогаешь, мамочки устают меньше и становятся веселыми. Мой любимый писатель Андрей Лысачев вот что сочинил. Женский день. Я свою постель заправлю. Пусть мне делать это лень, Но я сам себя заставлю, Ведь сегодня женский день. Раз такой сегодня праздник, Я все вещи уберу И ботинки в коридоре Мокрой тряпкою протру. Даже если скажет мама Шапку новую надеть, Спорить с мамой я не стану, Ведь сегодня женский день. Мы пирог ей приготовим Вместе с папой вдвоем И цветы подарим маме И поздравим с женским днем. Мама будет очень рада, А потом чуть-чуть вздохнет. Вот бы день 8 марта продолжался целый год. Я тоже об этом мечтаю. Вот бы день 8 марта продолжался целый год. Ага, еще бы. Красота, подарки, рисунки, Поздравления, сюрпризы. Ах, я знаю парочку мастеров на веселые сюрпризы. Вот они из рассказа Олега Куркузова, Как мы на люстре висели. Ух ты! С самого утра маминого праздника Мы с папой шептались на кухне. Мама еще спала, А мы придумывали праздничную неожиданность. Когда я был маленьким, Шептал папа, Подарки для моей мамы Я вешал на люстру. Проснется моя мамочка, Посмотрит вокруг. Ах, подарок на люстре болтается. Это была радость. Давай мы на люстру цветы с духами Прицепим, шепчу я. А не придумать ли нам что-нибудь поинтереснее, Предлагает папа. Давай рассуждать. Сегодня мы всю мамину работу Выполнять будем. Ну там пол подметем, Обед сготовим, Рубашки постираем. Значит, мы сегодня целый день Будем для нее подарками. Поэтому я предлагаю взять в руки цветы, Духи и самим прицепиться к люстре. Это же сразу двойной подарок получится. Ура, шепчу я. Мне давно хотелось на люстре покачаться. Мы с папой взяли веревки, Привязались за пояса к люстре И повисли. Висим-висим, а мама все спит. Тогда мы пробудную песню запели. Кто висит на люстре нашей, Это мы висим с папашей. Мама с постели вскочила, Нас на люстре увидела, Да как обрадуется, Что с вами кричит. А мы как закричим? Поздравляем! А люстра от нашего мотания и крика Хряснула, Из потолка вырвалась И вместе с нами на пол рухнула. Шума было, конечно, много, Но зато получилась полная Праздничная неожиданность, Как мы и хотели. А мама кричит, Эй, вы не разбились? Нет, кричим мы из-под обломков, Не разбились, Эта люстра разбилась. Вот здорово, кричит мама, Она мне уже давно надоела. Я вместо нее новую купила, Только боялась, Что вам не понравится. Понравится, понравится, Закричали мы. Вместо разбитой нам, Что хочешь, понравится. Тут мы перестали кричать, Подарили маму цветы с духами, Повесили новую люстру И сели за стол Мамин праздник отмечать. Ух ты, До чего весело На люстре повисеть. А я тоже хочу так поздравляться, А? Ой-ой-ой, Любезная мыша и ребята, Чтобы остаться целыми невредимыми, На люстре висеть все-таки не стоит. А то будет больно-прибольно Вместе с люстрой падать. Ну да, Вообще-то высоковато. Ой-ой, Смотрите-ка, А на нашей люстре уже кто-то побывал. Действительно и вправду, Какие прекрасные цветочки. Желтенькие-желтенькие, Как маленькие солнышки. Красота. Красота. Так это же, наверное, Месяц март нам подарил. Мимозы. Это он сквознячком принес. Раз, два, три. Мимоза, расцвети. Ой, здорово. Здорово. Но какой бы цветок Вы, ребята, не подарили на 8 марта, Это все равно прекрасный И приятный сюрприз. Вот подснежник на поляне. Я его нашел. Отнесу подснежник маме, Хоть и не расцвел. И меня с цветком Так нежно мама обняла, Что раскрылся мой подснежник От ее тепла. Ой, это прекрасный цветок И теплый стишок. Мне нравится. Но почему только маме? Бабушка же тоже мама. Мамина. Поздравим бабушек и мам. Ласковое солнышко Месяц март принес. Озорные зайчики Мне щекочут нос. Это очень весело. Я кричу «Ура!» Праздник мам и бабушек Начинать пора. Мама улыбается, Машет мне рукой. День такой приветливый, Радостный такой. Солнечные зайчики, Подпевайте нам. Песенкой порадуем Бабушек и мам. Как хорошо, Что солнце светит, Весна шагает Возьми к нам. И знают взрослые и дети Восьмое марта Праздник бабушек и мам. Бабушек, Прабабушек, Тетушек Всех поздравляем. И в гости приглашаем, И обнимаем. Да-да-да. И дарим подарки И красивые открытки. Кстати, про открытки. У меня есть одно веселое Стихотворение. Но, Мыша, Ты помоги мне его прочитать, пожалуйста. Да, конечно. Пожалуйста. С удовольствием. Выручай, родная парта, На носу восьмое марта. Я поздравления маме Решил писать стихами. Дорогая мама, Мама телеграмма. Ура! Я догадался. От Вани телеграмма. Поздравляю, Точка, Твой любимый дочка. Но у мамы я один, И не дочка я, а сын. Ну, а сына с точкой Не срифмуешь точно. Парта, ты хоть подскажи, В рифму что-нибудь сложи. Вместо точки шлю привет И большой пакет конфет. Шлю привет, шлю привет. Только где бы взять конфет? Я конфеты зачеркнул, Неожиданно чихнул, Апчхи! И продолжил. Будь здорова! В строчку просится корова. Здесь тебе не место, А она не с места. Зачеркнул я, будь здорова. Из стихов ушла корова. Как корабль через рифы, Пробираюсь через рифмы, Шлю тебе я поздравления И огромный банк варенья. Что еще за банк варенья? Как он влез в стихотворение? Ну, скажу вам, работенка, Целый день искать слова. У меня от напряжения Разболелась голова. Я тогда стихи порвал, Взял и просто написал. Дорогая мамочка, Поздравляю тебя С женским днем Восьмое марта! Как хорошо получилось! Главное, от души. Да, мамочку, бабушку. А еще хочется поздравить Знакомых девочек. Например, соседку по парте. Соседку по парте Кириллову Катю Поздравлю с весенним я праздником в марте. Сегодня не буду по старой привычке Дразнить или дергать ее за косички. А лучше, шепнув поздравление на ушко, Вручу ей на память морскую ракушку. Хорошее поздравление! У меня же есть поздравление Для всех девчонок от мальчишек. Да здравствуют девчонки С косичками и без! Пусть солнце улыбнется Им с голубых небес. Да здравствуют худышки, Да здравствуют толстушки, Те, у кого сережки. А на носу веснушки Мы всех вас поздравляем. И просим не сердиться, Не всем же удается Мальчишками родиться. Задуваки какие! И вообще, какое мальчишечье стихотворение! Смотри-ка, удалось мальчишкой уродиться, А мне вот удалось мышкой уродиться. Бе-бе-бе! И я очень рада! И это раз прекрасно! Мы все такие разные И очень-очень все ценные, хорошие, Красивые и счастливые. Да-да-да! Каждый по-своему. Ой, а я знаю рецепт хорошего настроения. Называется «Доброе утро». А мама лишь только рассвет наступает, Мне доброго утра обычно желает. И утро становится сразу добрее, Чаек ароматней, Баранки вкуснее. И солнышко ярче, И мир интересней, И я напеваю веселую песню, В толпе посылая улыбки прохожим, Иду в новый день в настроенье хорошем. И верится в чудо, И хочется очень, Чтоб доброе утро тянулось до ночи. Вот как хорошо! Мы пожелаем это ребятам, Чтобы их доброе утро Переходило в добрый день, И эта доброта сохранялась до вечера. Пожелали? Да! А теперь идем праздничное угощение пробовать. Да чего же его пробовать-то? Его же есть надо! До свидания, ребята! До новых мышкиных книжек! До свидания, дорогие друзья! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok